Дыханием своим мы даем посыл, мощный посыл, который позволяет нам добиться того, чего мы хотим. Вот это все вкупе, вот это все дыхание. Не психой, это тоже психология. Если проиграл, ничего страшного, это опыт. Старайтесь мысли прочитать, уходить от конфликта и в то же время быть вместе с ним. То есть я не растерял свои позиции, я остался где я хочу, и в то же время на меня никак не воздействовали. Понятно? Это все оттуда. Ты кто? Верю. Ты кто? Отлично. Ты кто такой? Не верю. Ты улыбаешься. Давай. Кто такой? Во, нормально. Кто вообще? Верю, верю. Мужчина, вы кто? Верю. Ты меня раздражаешь под этим плитцем. Видите, я уже на него действую. Серьезно, это действие. Я вам говорю, как это работает внутри. Не будьте, я не гипнотизер, я нормальный обычный мужик. Для вас, конечно, благодарность. Спасибо большое, что вы есть. Мы с вами займемся еще некоторыми дыхательными практиками, интересными. Мы должны научиться делать так, чтобы наше дыхание было независимо от наших движений. Вот чем мы, наши дыхательные практики, которые говорил вам я, которые наши славянские практики, чем они отличаются от восточных практик? Потому что человек, значит, сидит позе лотиса, созерцает там чего-то в своих воображениях, он продышится, ну, он просто сидит. А результата никакого нет. Ну, да, он дышит, он делает задержку в дыхании, или еще что-то, он там продышит. Ну, а надо научиться дышать в движении. Это называется динамическая медитация, когда мы ментально обращаем на себя внимание. И вот во время движения динамическая медитация нам позволяет себя развивать. Вот вы с вами, когда у меня были на прошлом занятии, да, вы у меня там подышали, да? И вы дышали как? Ну, сидя, правильно? Сидели, стоили, лежали и все такое. Вы именно дышали для того, чтобы за счет дыхания еще выработать какое качество ментальное намерение, правильно? Я вам про него чем-то много рассказал, что же мы с вами делаем, и как мы с вами дышим, и для чего мы с вами дышим. То есть дыханием своим мы даем посыл, мощный посыл, который позволяет нам добиться того, чего мы хотим. Вот это все вкупе, вот это все дыхание. Теперь сейчас я вас немножко разомну, и мы с вами, как всегда, у нас же, ну, всегда необычные, правильно? Мы же не сидим, как на лекции, там, нас укавираем. Мы что-то делаем, правильно с вами? Вот сейчас, помните, мы с вами делали такое упражнение на первом занятии, когда мы садились, натул вставали, помните? И вот теперь смотрите, сейчас я вам предложу кое-что. Пойду-ка я за стулом, какой парень симпатичный. Моя тема какая, я вам предлагаю. Значит, делайте вдох хоть ртом, хоть носом, как хотите. Ваша задача сейчас. Помните угол глиссада? Глиссада, это самый тонкий угол, по которому садится самолет. Это тот угол, который стремится к параллели, да, чтобы самолет не разбился, а вот так вот сел. Значит, мы своей попой встраиваемся вот в этот стул, а не сверху забиваем гвоздь. Понятно, да? То есть мы своим, как лепесточек, оп, то есть я раз и заехал туда. Потом я кусочками тела встраиваюсь и опять туда встаю. Это вы уже умеете. Теперь я все это самое, я делаю, смотрите, мы делаем с вами вдохи-выдохи. Смотрите, вдох и выдох – это цикл. Ну, вдох, цикл – это цикл, да, это круг. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Правильно? Дыхательный цикл. Мы с вами делаем как? Итак, я делаю, допустим, 10 вдохов и выдохов. Что это значит? Вот здесь вдох. Выдох. Опять быстрее хочу делать вдох. Я должен, значит, 10 раз сесть и 10 раз, ну, встать, сесть. Это значит вдох-выдох. Вдох-выдох. Окей? Давайте расположитесь, да, рассосредоточьтесь. Нельзя делать передышки. Хорошо? Чтобы у вас получилось, сколько раз вы сели, встали, столько у вас уже должно получиться вдохов и выдохов. Понимаете? Погнали? Поехали потихонечку. Значит, вдох, садитесь и выдох самостоятельно, без меня. Не спешите. Еще обратите внимание, как я дышу. Смотрите, когда я набрал в легкие себе воздух, да, я набрал его. Теперь смотрите, с чего мы начнем его набирать. Набираем его, как будто наливаем его, ну, в какой-то, в мешочек с водой. Ну, в мешок. Сначала наполняется низ, потом больше, 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 больше вот сюда. Если кто-то сразу делает вдох в легкие, то у вас раз все и закончилось. Тут все еще пусто, понимаете? Поэтому наполняем сначала низ живота, потом наполняем дальше, дальше, дальше. Вам хватит. И умейте стравливать вае дыхание на вот этом, ну, на полное движение. Хорошо? И попробуйте дышать не носом. Ну, вы можете носом делать вдох, да, но выдыхайте себе ртом, но так смотрите, как важно. Сейчас я вам примерно покажу. Если я набрал воздух и расслабился, то я сразу все выдохнул, да, потому что у меня вот такая дырка там, да. А теперь что я делаю? Я закрыл это и между губ сделал маленькую-маленькую дырочку, и я расслабился, а губами стравливаю. Я в состоянии расслабона. Растянул вот это все. Окей? Вы готовы сделать 10 раз? Встал, ну, сел вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, ну, это сел встал. Хорошо? Давайте без меня приготовиться. И дышим ртом, а выдыхаем ротиком. Ртом выдыхаем и вот так. Когда 10 раз сделаете, ну, просто встанете и дайте понять, что вы сделали. Да, это не так легко. Это мы как раз сейчас с вами сосредотачиваемся. Когда вы делаете большой вдох, не задирайте плечи высоко, спокойно, на расслабончике. Счастье любит расслабление. Значит, смотрите, я делаю два шага. Два шага вдох. А потом я делаю два шага выдох. Если будет тяжелее, побыстрее шагаю. И теперь смотрите, какие я делаю шаги. Я не только иду вперед и вот так по кругу заворачиваю, как будто я по стадиону бегу. Я тебя учу вот такими шагами. Смотрите сюда. Я иду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И я все время шагаю. И шагаю то вперед, то назад, то сюда, как вальсирую. Не значит, что я должен все время идти вперед. Захотел, могу кружочек дать. Захотел, не хочу дать кружочек. Это, между прочим, используется в боевых искусствах такой шаг. Когда мы шагая вперед, уходим назад. Когда мы сходим сюда, уходим сюда. Давайте я вам покажу, как это работает. Хотите вам покажу? Вот он мне делает захват. Помедленнее, смотрите. Вот я шагнул раз, а потом пошел сюда. Давайте еще раз. Смотрите, вот он у меня идет. Вот я пошел сюда, видно? А потом пошел сюда. Окей? Я не буду его валять, потому что нехорошо оскорблять человека. Но смысл в том, что наши шаги нам позволяют то туда идти, то сюда идти. Это нам удобно. Мы уже учимся вальсировать. Пам-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Сейчас мы просто с вами ходим удобно вокруг предметов, чтобы нам было удобно. И теперь мы считаем шаги. Вдох-вдох, выдох-выдох. Плавный вдох. Плавный выдох. Приготовиться. Погнали. И следите за собой, насколько вы ходите разнообразно. Попробуйте теперь шаги не тянуть. Гуляем просто, да. Вдох носом, а выдох ртом. Обязательно ртом. Поднимите руки, у кого получилось. Вдох. У всех получилось? Два шага вдох, два выдох. У тебя плечи задранные. Ты вот такой идешь. Вообще просто не вкипешь. Как будто гуляете по кухне. Кто идет на серьезных щах, очень сильно ошибается. Свободненько гуляет. Если вы кого-то перед собой видели, не шарахайтесь. Просто спокойно шагайте. Следите за тем, что вы должны полностью быть расслаблены. Полностью тело расслаблено. Особенно плечи. Руки, кисти, все свободное. Плечи не задираем. Друзья, я не буду выпендриваться. Я просто хочу вам показать. Сейчас я вам продышу с двадцаткой. Ладно? Двадцать вдох, двадцать выдох. Да вы посмотрите, пожалуйста. Ладно? Вот сейчас я специально выдыхаю. Опустошил легкие. И пошел. И пошел. То есть это все реально. Пошли. Главное следить за дыханием. Не сдерживайте дыхание. Ровненько. Делаем, 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 делаем. Делаем, делаем, делаем. Передышки нельзя делать. Передышки нельзя делать. Дышим, дышим ровно, дышим ровно, давайте, давайте, мои хорошие, делаем свое дыхание, сопровоздаем, дыхание ровное, дыхание ровное, еще ускоряйтесь, еще ускоряйтесь, а дыхание ровное, дыхание то же самое, плавный вдох, плавный выдох, давайте, 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 молодцы, очень хорошо, очень хорошо, молодцы, поставьте, все, молодцы. Теперь следующая тема. Смотрите, ребят, вы пришли сюда в верхней одежде, правильно? В верхней одежде пришли. Давайте ваши курточки сюда, давайте. Каждую свою возьмите сюда. Сюда, видите. Давайте. Давайте. Сейчас, значит, смотрите, вы спокойно берете, одеваете на себя, оденете курточку, при этом дыхание. Дыхание на два счета вверх, счету, там, ваш счет может чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее, как вам удобно. И, значит, примерно 6-8 счетов, 6-8 счетов выдох. Хорошо? И за это время вы должны одеть курточку и застегнуться, и, ну, понятно, да, и одеться. Хорошо? Торопиться не надо, сейчас не надо. Только следите за своим, за своим дыханием. Хорошо? И как у вас плавный выдох не зависит от того, как вы одеваетесь. Хорошо? Приготовиться? Поехали. Как вас зовут? Светлана, вы когда выдыхаете, покажите, что вы выдыхаете через рот, ладно? Вот так, как я это делаю, ладно? Получилось? Получилось? Теперь, смотрите, вы одеваете эту курточку побыстрее, примерно на 10-15% быстрее, чем вы обычно одевали сейчас. Чем вы сейчас одевали. Окей? Опять же, плавный выдох, и все это делается. Готовы? Поехали. Длинный выдох. Внимаем. Теперь по-честному. Закрыли все глаза, и все то же самое ее одели. Поехали. Глазки не открываем. Застегнуться обязательно, мелкомоторика должна работать. Дышим плавненько, дышим дальше, продолжаем плавненько, ждем опоздавших. Хорошо. Подглядывать нельзя, подглядывать не надо. Давайте, берегите себя, не подглядываем. И одеваем, не подглядываем. Пошли, выдавим, дышим плавно. спокойно дышим спокойно спокойно план вдох дышим 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 следите не за тем как вы поднимаете руки видите не за тем как вы руки поднимаете а затем какой как вы дышите в этот момент да и по очереди менять между собой и продышимся и продышимся спокойно ой молодцы ой молодцы хорошо молодцы молодцы наше дыхание нас выравнивает она нам как раз и дает возможность течь по жизни течь а не преодолевать преграды на зубах мы должны течь чтобы мы умели кайфовать от момента кайфовать от моего то нам помогали именно то что мы с вами сегодня делали это все из принципов боевых искусств которые помогают любой бизнес это война это умение быть обладать военной хитростью это умение обладать тактикой стратегии понимаете всеми вещами менее ретироваться умение делать рокировки понимаешь и так далее так далее умение строится умение не дать точку опоры и найти свою точку опоры понимаете у меня нет они добиться своего если вам мешают и обтекать преграды и так далее так много и много вот это всего который нам дает добиваться нашей жизни того чего мы хотим в общении в семье, например, и так далее. Это все нам дает быть просто проще. Значит, смотрите, что вы сейчас парами сделаете. Один человек идет до этого конечного пункта, а вы уберете либо здесь, либо вот здесь, за косточки за это вот цепанули вот туда, и не даете ему идти. Ну, только это мягкое сдерживание, понимаете? Не сильно, не едете за ним, да, ну просто. А он идет туда, и ты при этом дышишь ровненько. Понятно, да? А я ему иду, и не даю ему дойти. Давай, иди. Человек достигает своей цели. Хочет накопить себе на Бали. О, дошел, молодец. И назад спокойненько возвращаемся. Хорошо? Приготовиться. Вот отсюда парами поделились и поперли туда. Давайте. Вот эта черта, вот эта черта, давайте для вас мы ее сделаем немножко аллегорию, да? Вот эта черта, это ваша цель, что вы хотите? Хочу быть здоровой, хочу быть красивой, хочу быть умным, хочу денег, хочу. Хочу любви, хочу всего, понимаете? Вы вот идете к своей мечте, вот сюда, а вас не пускают, вы прете к ней, понятно, да? И вы прете, только при этом дышите свободно, вы не на зубах это делаете, а идете свободно, вы мягкая сила, понятно? Давайте, гуляйте еще несколько раз, давайте, пройдите, потом вам покажу разницу. Ты сейчас ты рот закрытый держишь, дыши ртом, не бойся, дыши ртом, конечно. Дышать? Конечно, дышать надо, я же говорил, помнишь, дышать надо. Она в обороте все время, я дышу, это я здесь как-то делала. Вот, вот, вот и дыши, вот и дыши, да, продыши все, давай. Пошли, давай, 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 пошли, 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 пошли. Идем, 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 не пускаем, короче, не пускаем. А вы их притормажите, а вы достигайте цели свои, идите, 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 да, 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 умничка, молодец, молодец. Так, ребята, все, молодцы, молодцы, все попробовали, да, все попробовали? Теперь следующая тема, следующая тема, иди ко мне. Теперь смотрите сюда, я сейчас, тихо, тихо, я сейчас положил на него руки, и он идет, но я его не сдерживаю, он сам идет, иди. Я его не сдерживаю, он сам дошел. Пройдите так, по очереди, раз, два, три, хорошо? Давайте, пошли. Как будто вы его сдерживаете, но сами ни в коем случае давление не создавайте. Пусть сам идет, но руки держите рядом, давайте. Идите к своей цели, идите. Теперь следующая тема. Я, значит, Максика держу, ему надо достичь своей цели, вон она, вон там эта черта, так? Давай, иди. Чуть-чуть его туда направляйся, не надо резко, сильно, чтобы он улетел, а спокойненько туда подталкивать его. Пошли, давай. Не забывайте, вы думаете про свою цель и про дыхание. Погнали. Вот сейчас вспомните, когда вы шли туда и вас держали. Вы шли куда? Не к черте вы шли. Черта – это аллегория, правильно? Вы шли к своей цели, да? Потом вас не держали, вы просто шли пустые. И потом вас толкали к вашей черте, к вашей мечте, к вашему чему. Скажите, пожалуйста, может и каждый из вас сказать, кому какое состояние было легче? Кому свойственно? Кому нет? У кого у каждого свое? Мне, например, нравится, когда меня придерживают, и я пру. Например, мне так нравится. Я люблю быть мотовозом. Кому-то как-то. Когда не мешают. Когда не мешают, да? То есть хочется быть... Да, и настроение, и... Еще, ребят, вы можете сказать, скажите по очереди прям, какое состояние больше всего твое было? Мне все понравились. Все понравились? Понятно, хорошо. А это нормально? Нормально? Нет, это нормально. Значит, умеешь подстраиваться нормально. У тебя как есть? Последнее. Но еще, наверное, зависит от того, кто толкает и кто держит. Согласен, согласен. Так. Какие? Мне когда немножко так придерживалось, чтобы на легкие было идти вперед. Да, да, да. Когда придерживают, да? Так. Мне так же, тоже самое. Как? Когда придерживают. Когда придерживают, когда не дают идти или когда просто положили руки и идут с тобой рядом? Когда придерживают. Просто не дают идти, это немножко трудовато. Да? Так, какие мысли? Мне все без разницы. Все нравится? Все понравилось? Мне последнее. Последнее, когда подталкивает, да? Ускоряет, как попутный ветер. У каждого свои, если это, ну, ассоциации, да, ассоциации, да. Второе, когда вместе идут. Когда вместе идут. Как? У меня первое самое, потому что лучше мечта. Да, согласен тебя. Мне мешаться просто нравится. Ага, понятно. Нет, а когда ты шел, когда ты шел, а ты не ходил так. Когда толкает. Когда толкает вперед, да, нравится? Какое? Мне вот среднее, когда просто не мешает. Когда ничего, да, да, я помню. Когда ничего не мешает. Так. Первые два. Первые два. Мне вот первое, вот это особенно нравится. Мне нравится, когда меня придержат, и я прут. Не знаю, у каждого. Все. Все. Ну, что, ну, молодцы, молодцы. Ну, вот, смотрите, это просто все зависит от нашего отношения к ситуациям, как мы их добиваемся, и как мы прем, и как все остальное. Вот это все. Это все связано с нашими возможностями, что мы хотим, и какое мы даем намерение для себя. Вы прекрасно понимаете, что это все связано напрямую с психологией. То, что мы сейчас с вами делаем. Ладно? Понимаете, да? Сейчас мы с вами чуть-чуть погреемся. Хорошо? Мне надо выбрать самого смелого. Ну, давай. Значит, фишка в чем? Значит, я встаю к нему вот так ногами, вот так. И вот так даю ему руки. Сделай так же. Значит, что нельзя? Нельзя хвататься за пальцы. Нельзя бить по рукам. Нельзя толкать отдельно правый, потом левый. Или там отдельно. Толкаем только двумя руками. Значит, нельзя дотрагиваться до него. Если дотрагивали, значит, проиграли. Или ему до меня. Значит, моя задача вынудить его, чтобы он сделал шаг вперед, либо шаг назад. Понятно. И в то же время надо сделать, чтобы он меня не столкнул, а я остался. Кого позвать? И толкаем мы, толкаем мы, ну, кто как хочет, когда кто хочет. Понятно, да? Давай, сограним. Поехали. Один ноль. То есть я в любой момент могу убрать руки, и он в любой момент может убрать руки. Я в любой момент могу толкнуть, и он в любой момент может толкнуть. Два ноля. Три ноли. Еще? Давай, давай. Да ты же проиграешь. Да, проиграю, и молодец будешь. Все красава. Яденький стал. Четыре ноли. Пошел. Давай еще раз. Да, крайний. Последний. Лучше последний, чем крайний. А что ты не атакуешь? Здесь психологию тоже надо уметь угадать, когда он будет толкать. Не давайте никому точку опоры. Оставайтесь сами на своей точке опоры. Побеждайте друг друга и так далее, и так далее. Все, начали. Давайте. Берегите друг друга. В общем, надо сделать так, чтобы она шагнула назад, а ты провалила. Или вперед. Или вперед шагнула. Понял, понятно, да? Да. Ну что, атаковать-то будете? Сам атакуй. Жесткий телом. Все это в ваших мозгах. Вы должны быть раскрепощены, расслаблены в теле. Если ты будешь... Смотри, я тебе покажу. Смотри, лапа. Смотри. Давай. Смотри. Вот я с ним вот так встал, да? Толкни меня обеими руками. Вот если я мягкий... А я провалюсь. Да, я мягкий. А если я жесткий, я дам точку опоры, я улечу. Поэтому будет мягко. Да, давай побоюем пока он говорит. Иди ко мне. Не-не, подожди. Пальчики вместе. О, молодца. Готово? Погнали. 1-0. 2-0. Потому что я вижу, что ты уже изначально висишь на мне. Равновесь себя. 3-0. Не психуй. Это тоже психология. Здесь я проиграл, ничего страшного. Это опыт. Все, ты непобедимая. Молодец. Не виси, не виси на нем. Не виси. Держи баланс. А то ты на него падаешь. Вот я никак не так. Ну, в равновесии вот здесь удерживай. Да, вот тут. Да, да. Вы очень жесткий, ребята. Мягкий. Давай пожестче толкать ее. Прыграл. Можно по ощущению. Можно напряглась. Ну да, нормально, нормально. Ну давай со мной. Повоюй. Готова? Ну так и с вами. Погнали. Готова? Ровно встань ты. Че тут. Давай. Готова? Поехали. Видишь, я ее угадываю. Не когда она хочет, я ее просто вижу желание не толкнуть, когда она прям хочет. Давай, давай. Иди сюда. Я прям по мимике понимаю. Видишь, рот она перед этим вот так вот делает. Понимаешь? Уже читаю. Разглядывайте, да. Мимику человека разглядывайте. Ребят, поставьте по разным принципам. Не только по... Чуть-чуть повыше руки поднимите. Вот так нормально. Это вам неудобно. Вот так вниз опустили руки, да. Да, постарайтесь прочитать мысли. Читайте, читайте. Старайтесь мысли прочитать. Сначала руки, ребят, положите, а потом делайте. Он напряглась, она расслаблена была. Да? Да. Значит, я направляю морально. Да, не видишь? Один глаз. А, делайте. А! Да, да, да. Подожди, подожди. Не, не, не честно. Тебе по ногам впереди, другая сзади. Тебе опору держит нога. Нифига. Ровненько, параллельно ноги поставьте. Конечно, девчонки, давай. Просто руки держать. Да, да. Или нам надо... Не, 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 надо сделать так, чтобы я сделал вот так. Нет, мы можем стоять. Можем стоять, можем не стоять. Все хотим. Победа. Давай дальше. Сам-то атакуй. Такую ты имеешь толкательную? Конечно. Оба. Давай. Ась. Ну да, будет, да. Бизнес – это война. Победа. Мария, встаньте, пожалуйста, вот здесь. Сейчас ваша задача, когда пойдете на меня, вот этим плечом, посильнее мне лупанить по этому плечу. А мне больно не будет? Мы как бы идем, и вы хотите до меня докопаться, познакомиться со мной. Давайте. Смотрите, что мы с вами делаем. Значит, тот, кто идет в ту сторону, тот толкает. Тот, который идет оттуда туда, он снимает плечо. Все, значит, как мы снимаем плечико. Мария, теперь медленно-медленно, ладно? Значит, смотрите. Медленно толкай. Я не снимаю плечо, вот так, я не поворачиваюсь. Я убираю один кусочек тела и возвращаюсь. Кусочек тела вернул и пошел. Парами встаете, один, значит, тот, который идет оттуда туда, он толкает или она, так? А тот человек, который оттуда, он снимает. Хорошо? Вот он меня толкает. Первое, если я снял и остановился, это хреновая идея. Ну, у меня, ну, у меня было, на моем жизненном пути произошла какая-то преграда, меня сдал, тормознул, и я не добился, я туда не пришел. Поэтому, что должно быть? Давай заново. И он меня, значит, толкает. Я продолжаю движение дальше, как будто ничего не произошло. То есть, перипетии в моей жизни, какие-то были серьезные неприятности, все остальное, но я это прошел, я это прошел и пошел туда, куда я хочу. Вот именно так мы достигаем своих жизненных целей. Вот именно так. Мы не боремся с этой, не добиваем ее, не жмем, не тратим на нее свою энергию. А мы это продолжаем. Когда вы сняли, продолжайте эту же скорость, это же движение, идите дальше. Хорошо? Погнали, наши городских. Давайте. Я иду, вот она меня толкает. Какую вы делаете ошибку? Вы начинаете вот так уворачиваться. Вас туда и унесет, понимаете? А что вы делаете? Вы отдаете только тот кусочек тела, который толкает. Вы отдаете, все остальное у вас направлено туда. Идете дальше. Вот это и есть настоящее истинное боевое искусство. Когда вы сохраняете центр тяжести, сохраняете свои цели, идете, не избавляете скорость, достигаете того, чего вы хотите. Понятно? Пробуйте, давайте. Это все терапевтичная вещь, которая связана с телесным ориентированием. Ударил. Попал. Ударил. А надо, чтобы не попал. Посмотрите, что я делаю. Ты толкнул и иди дальше. Иди дальше, прямо почти туда. Смотрите, ладно? Знаете, что я делаю? Я такой иду, курю, он меня толкает. Я с ним, мужчина, чего вы хотели? Значит, задача моя. Когда он меня толкнул, я не должен повиснуть на нем и ползить за ним ехать. Я должен к нему прилипнуть так, чтобы он меня не заметил. Вот этот бархатный контактик, вот такой, вот здесь. А не толкать и не висеть на нем. Понятно? Посмотрите внимательно еще раз. Другим плечом толкни, чтобы они тут тоже увидели. Вот я иду. Он снял движение, и я за ним продолжаю путь. Я его держу под контролем. Понятно, да? Вот это мы тоже с вами должны уметь контролировать то, что с нами происходит в жизни. Вот это правильный контроль. Пробуй еще. Пробуй еще. Во-во-во, не провороним. Вот, молодец, молодец. Молодец. Готово? Давай. Да, да, это плохая идея, плохая идея. Нельзя цепляться. Должен быть мягкий, тактичный контроль, понимаешь? Чтобы ты клиента не оттолкнула, не испугала, понимаешь? Чтобы он тебе отстанет от меня, чтобы не было. Даже если он к тебе лез, все равно ты его контролируешь вот здесь, понимаешь? На тебя наезжают, ты снимаешь, и в то же время ты с ним все равно находишься в контакте для того, чтобы переубедить его на свою правду, объяснить ему свою ситуацию, понимаешь? А не то, чтобы мы там столкнулись, понимаешь? Или то, чтобы начался конфликт. Вот это вот мы умеем уходить от конфликта и в то же время быть вместе с ним. То есть я не растерял свои позиции, я остался, где я хочу, и в то же время на меня никак не воздействовали. Понятно? Это все откуда. Давайте же вам еще упражнение сделаем. Идите ко мне ближе сюда, друзья мои. Вот прям вот так вот, поближе. Поближе. Я сейчас должен заглянуть в каждую вас глаза. Ага. Не будьте, я не гипнотизер, я нормальный, обычный мужик. Значит, смотрите, сейчас ваша задача, сейчас ваша задача представить себе, что к вам подошел незнакомый человек. И он, вот этот незнакомый человек, вам что-то предъявляет. Ну, говорит, например, ты мне должен вообще-то. Или, например, ну что-то вам предъявляет. И сейчас ваша задача посмотреть на этого человека в качестве меня, это буду я вам подойти, и вы каждый из вас мне задайте вопрос. Ты, собственно, вообще кто? Ты откуда взялся-то вообще такое? Не то, что там самое. Ты ничего не попутал. Ты кто? Вот этот вопрос, ты кто, прям должен быть сейчас конкретный. Понятно? И вот этот вопрос, он должен быть с наездом жестко. Ты вообще кто? Что ты хочешь? Понятно? Я сейчас к вам буду подходить и говорить там, ну как бы, или там смотреть на вас. Хочу увидеть у вас у каждого вот этот взгляд. Хорошо? Взгляд с наездом, с вопрос, который у вас должен быть обязательно себе, прям можете даже проговаривать, проговаривать шепотом. Ты кто? Ты кто? Ты вообще кто? Понятно, да? Готово? Вот отсюда начну и здесь закончу. Давай. Ты еще кто? Во, нормально. Ты кто? Верю. Ты кто? Ага. Ты кто? Верю. Ты кто? Верю. Ты кто? Отлично. Ты кто такой? Не верю. Ты улыбаешься. Давай. Да кто такой? Во, нормально. Кто вообще? Верю. 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 Ты кто? Ага. Я тебя не знаю вообще. Верю. Ты кто? Отлично. Ты кто? Верю. Ты кто? Верю. Ты собственно кто? Отлично. Молодцы, молодцы. Значит, смотрите, сейчас вы на мне прям потренировались вот этот вопрос задавать, ты кто? Сейчас вы встаете парами, парами, и один из вас будет первый номер, второй будет второй номер. Первый номер уже не говорит слова «ты кто?», он просто держит их в своем уме, да? И задает вопрос «ты кто?». Понятно? Вот с этим наездом. Второй, второй смотрит на него, смотрит на него. Идите, я вам сейчас покажу. Так, идите ближе, чтобы вы увидели мое лицо. Идите ближе все, все мое лицо. Значит, смотрите сюда. Вот он сейчас на меня смотрит с этим вопросом «ты кто?», вы постарайтесь заглянуть и в него, и в меня, прям походите, пошевелитесь, и в него, и в меня. Смотрите внимательно. Он на меня так смотрит, прям пронзительно глубоко, свернет меня глазами, смотрит меня, задает мне вопрос «ты кто?». Что делаю я? Давай. Ты меня раздражаешь под этим, блядь, садим. Видите, я уже на него действую. Ну, серьезно, это действие. Я вам говорю, как это работает внутри, я комментирую. Фишка в чем, да, фишка в чем. Смотрите, сейчас ваши мысли, мои мысли. Так, у него нормально все, он делает свою работу, потом вы будете меня с оралями. Значит, а моя работа такая. Мне все равно хорошее настроение, мне нормально, и я свободен даже в своих движениях. Мне вообще хорошо, я комфортен. Я даже могу… Ты кто? И я даже могу в состоянии улыбки что-то сделать, понимаете? Потому что это у меня, я раскрепощен, понимаете? Ничего делать вам не надо. Просто улыбайтесь, он на вас смотрит, ну, где-то примерно, там, секунд 30-40. Понимаете? Ваша задача не бояться, что он смотрит в глаза, то, что он вас давит, то, что он вас да… Да, 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 да. Я электронику тут вспомнил. Улыбайтесь, шеф-любиле. Ребят, смотрите, смотрите, смотри в глаза, ты всегда прав. Это еще правильнее. Я вам уже рассказывал, где я этому научился. Поэтому на вас смотрят, вы улыбаетесь. Почему вы улыбаетесь? Потому что он может подумать. Если он улыбается, значит, за ним что-то есть. И вы своей улыбкой его, вы своей улыбкой его не раздражать должны, а вы поглощать вот это, поглощать в себя, понимаете, когда вы толкали вас плечом, вы поглощаете, идете дальше. Вот это свое, вот это свое держите. Вот это вам надо, давайте, тиктокай, внутри головы. Смотри на меня. И я еще мысленно говорю, ты такой злой, я понимаю, но я тебе добра желаю. Я хочу, чтобы ты был такой же добрый, как и я. Вы, честно говоря, искренне каждый сделает, вы почувствуете такое, что вы прям сами под плинтус закатываетесь. Ваша сила ничто. Вот она. Вот, вот сейчас, да, попытайтесь, значит, один у вас первый номер, другой второй номер. И сейчас я буду вам говорить потом смена. Смена, это значит, вы поменяете роли. Какая должна быть улыбка? Ни в коем случае нельзя скалиться, ни в коем случае не тянуть улыбку чересчур. Потому что вам можно задать вопрос, ты что, тварь, мне улыбки ударишь, да, к примеру, ты можешь докопаться. Улыбка должна быть, как у Мона Лизы, знаете, в чем она заключается? Значит, секрет Леонардо да Винчи, у него игра красок была такая, когда он написал картину, смотрите в глаза, она улыбается. Смотрите, это называется секрет Мона Лизы. Вот в этом-то и есть секрет. То улыбаться, то не улыбаться, непонятно. Поэтому ваша задача сделать вот эту улыбку внутри себя. Не внешняя улыбка, а внутри себя. Вот такая. Вы должны ее почувствовать. Да, да, внутри себя солнышко должны все почувствовать. Понятно? И вот это солнышко удерживайте в себя, и чтобы у вас понять, что это солнышко у вас работает, пошевелитесь немножко. Чуть-чуть поперетаптывайтесь, чуть-чуть подвигайтесь там, вот так, для себя. Почувствуйте вот это. Хорошо? Приготовиться. Парни, вставайте, кто с кем хочет. Я буду считать вслух до 30. Это говорит о том, что вам надо выдержать 30 счетов мои, 30 секунд. Хорошо? Потом я говорю, смена ролями, вы меняетесь. Понятно, да? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Постоянно задаем вопрос. Вопрос, ты кто? Ты вообще кто? Задаем этот вопрос. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Позлее. Восемнадцать. Девятнадцать. Давай, давай, работаем. Двадцать. Я знаю, что тяжело. Двадцать один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я знаю, что тяжело. Семь. Пробуем, пробуем. Восемь. Девять. Тяжело это ржачное. Тридцать. Поменяли роли. Я знаю, что ржачное. Это вообще офигенная тема, когда ржачное. Готово? Ребята, давайте особенно. Смотрите. Тихо, тихо, тихо. Кто говорит, ты кто? Для него особенно это трудно. Потому что это трудно не заржать. Поэтому, ну, вы держите в себе вот этот настрой давящий. Понимаете? Вы должны продавить своего клиента. Должны продавить клиента, продавить партнера и там все. Давайте, держите. Ну, напоследок вы можете так легонечко обняться друг с другом. Да, поддержать за компанейскую работу. Ребята, давайте идите ко мне сюда. Подходите, пожалуйста. Подходите сюда. Да, вот я провожу занятия, мне говорят там со стороны службы. Да это у них секта какая-то. Знаешь, у нас все бесплатно. Какая секта-то? Никто не общак не собирает на усилю реки. Он еще. Все нормально. Друзья мои, скажите, пожалуйста, ваша обратная связь по поводу сегодняшних. Вообще занятий, что вы делали? Вообще жалеете, что вы приехали? Какие вообще мысли? Вообще то, что если вы делаете это глубоко осмысленно, это все вам должно помогать в жизни. Чего? Чего это нам дает? Да не бояться это нам дает. Нам дает это смелость. Нам дает смелость принимать любые решения. Понимаете? Вот это нам дает. Вот это все то, что вы делаете. Умение приспособиться, умение встроиться. Встроиться. Умение импровизировать. Умение вариативно играть. Умение быть на кураже. Только счастье, оно работает на кураже и на расслаблении. Я вам про это говорил. И счастье любит расслабление. Вот оно на этом строится. На свободе. На свободе, которой вы сами себе разрешаете. Свою правду вы себе разрешаете. И в этой правде себе разрешаете поступать так, как вам надо. И тогда это дает нам возможность чего? Не зависеть от чужих мнений. Это один из главных страхов, который у нас есть. Не зависеть от этого. Делать так, как нам это надо. Мы живем для себя и для наших близких. А не для тех, кому очень хочется, чтобы вы жили так, как им хочется. Понимаете? А вот ты не с тем общаешься. А вот ты не с тем дружишь. А ты туда не ходи. А ты вот это не делай. И так далее, и так далее. Понимаете? А что я буду делать, если он так обо мне подумает? Или она, или они. Понимаете, какая вещь? Как вы только поймете, что вы не зависите от чужих мнений, вы уже идете правильным путем. Вы уже обязательно достигнете того, чего вам необходимо в жизни. Давайте вашу обратку в двух словах и поделим расход по домам. Хотел сказать по мастям. Ну, да. Вообще, психологию очень хороший ход через физику. Я тоже так работаю, поэтому все это очень классно. Все это работает в жизни. Снимается множество барьеров. Самое главное, что снимаются, конечно, все барьеры, но главное себе помнить это правило, что не навредить. Вот как не навредить другому человеку, сняв все с себя барьеры. Вот этому хочу еще научиться. Как мы можем не навредить? Как мы можем? Если мы будем напрягаться и вставлять в него острые углы, за что он зацепляется, вот этим мы вредим, мы его раним. Когда мы даем мягкую силу, где он плавно перетекает, где мы работаем элегантно, раз. Где мы работаем грациозно, два. То есть пластично, три. Где мы, у нас движение ловкие, свободные, раскрепощенные, четыре. Что мы делаем? Мы человека обласкиваем, понимаешь, движениями, мыслями своими. Как только мы начинаем в наших движениях вот такие углы, на эти углы люди натыкаются, ранятся, правильно? И повреждаются и так далее. Значит, мы должны быть встраиваемыми, как водичка, обтекать, все равно своего-то добиваться, но протекать все преграды и потом становиться тем, что нам нужно. Вот такое сравнение, аналогия такая. Да? Понимаешь? Имея силу, просто главное не навредить. Да, да. Поэтому называется мягкая сила. Запомнили? Мягкая сила. Мягкая сила – это умение встроиться, умение найти себя. Еще раз, есть мысли у кого-то хотели? Вот я в жизни не замечала. А вот здесь я заметила, насколько я жестковата. Мне все время казалось, что такая вся обтекаемая, все время. А здесь раз, и я какая-то деревянная просто с этим упражнена. Ну, не договариваясь, конечно. Но я все равно это замечала. Люди делятся в две категории. Первое – как быстро принимают люди решения. Вы можете принять быстрое решение только тогда, когда вы будете максимально расслаблены и спокойны. Но сконцентрированы. Если вы относитесь ко всему с уложением, то вы никому ничего не навредите. Вы знаете, что вы налегке с уложением пошли дальше. И сам по себе извор, все то, что говорит Михаил Викторович, мне лично хватило для того, чтобы… Я не буду, я не люблю ни с кем соревноваться, я не люблю по этому поводу себе говорить, но с большей частью людей, народом, которые вокруг меня окружают, получается так, что я быстрее соображаю, быстрее реагирую и так далее. У меня работают не только руки, чтобы двери открыть, но и ноги. Также у меня сам мыслительный процесс очень сильно поменялся. Начинается это все с того, что вам сегодня Михаил Викторович показал. Это маленькие основы, это маленькая вершинка айсберга, но ей надо заниматься каждый божий день, хотя бы по 10-15 минут. И вы почувствуете сами по себе легкость в голове, в мыслях своих, а потом и в теле. И будете ходить, бродить, падать, прыгать, бегать, и просто будет наслаждение внутри вас в душе. Вам будет кайфово и будет счастье. Это извор. Еще, извините, добавлю один момент. Химия тела меняется от того, как вы стоите. Я кто-то видел, иногда вот так вот стоят. Есть такая тема, что гормональный фон меняется от двух, там трех, это нефть, стой как хочешь, я не в судья тебе вообще. Хоть ляжь тут. Гормональный фон меняется в течение двух, трех минут, если вы находитесь в состоянии спокойном. Михаил Викторович вам показывает практик, которые меняют химию вашего тела. Тело – это химический завод. Вот как осознанно можно прийти к любому результату, в первую очередь в бизнесе. Ну и вообще, кому что надо? В жизни, в семье, в бизнесе, в любви и прочее. Спасибо вам большое. Да, то, что я вам даю, вот эти принципы, да, это, да, не надо, это американская тема. Короче, да. А, тебе, тебе да. Да-да. Нам дает эту возможность сделать лучшую версию себя из того, что есть на данном этапе, в любом возрасте. Поэтому мне многие люди говорят, Миша, как жалко, что я только сегодня о тебе узнал. Да хрен с ним. Сейчас узнал, уже развивайся. Пускай твой будет Новый год прямо сейчас. Ну, Новый год – это когда мы начинаем жизнь заново. Нам нужно добиваться того, чтобы мы себя сделали своим состоянием. Вот это состояние делается через движение. Это один из способов. Я вам предлагаю двигательные навыки. Что такое двигательные навыки? Зачем они нам нужны? Да, чтобы в жизни выполнять любую работу легче всего. Именно для этого. То есть, это двойной плюс. Координация движения вырабатывается, моторика вырабатывается. Если моторика движения есть, мелкая хотя бы моторика, значит, плоско начинает работать. То есть, вообще все позволяет. И вот когда мы сегодня с вами делали, видишь, у нас же была в основном парная работа. Парная работа. Это говорит о том, что мы учились с вами даже коммуницировать. Правильно? Представляете, вы сегодня потрогали человека, которого первой в жизни увидели. Ну, правильно? И вам ничего плохого от этого не было. Правильно? И ему в том числе. Или ей, или ему. То есть, вы уже коммуницируете. То есть, вы, ну, как бы, как в детстве, как подружились. Понимаете? Вот это офигенная тема. Потому что это дается именно от наших славянских боевых искусств, которые идут к нашему миру. Они дают, дают жить. Они дают, коммуницировать. Вот это такая вот история. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ